Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами будем говорить про обработки винограда от различных грибковых заболеваний. Поговорим о различных группах препаратов, о различных схемах обработки, о сроках и так далее. Мы традиционно начинаем с того. А зачем нам вообще эти самые обработки? И мой виноград не болеет. Для чего все это нужно? Если он у вас не болеет, это, конечно, вообще круто. И вам только можно позавидовать. Но то, что он не болеет сегодня, не значит, что он не заболеет завтра. К тому же часто, ну, новички, скажем так, не совсем разбираются в этих самых заболеваниях. И просто в некоторых случаях могут их не замечать. Но заболевания, они ослабляют растения, оно будет давать меньше урожая, оно будет хуже уходить на зиму и так далее, и так далее. Ну и, конечно, болезни всегда проще предупредить, чем излечить. Поэтому профилактические обработки нужны. Но какой подход выбрать, это уже вопрос другой. И сейчас мы с вами поговорим о том, какие группы препаратов существуют для этого. Первая группа препаратов, которые в народе часто именуют химии, это препараты системного действия. Они проникают внутрь растения. Более того, они могут по нему передвигаться, по этому самому растению. И даже если мы, например, обработали сегодня вот такой росточек, завтра он растет, там несколько листиков, и препарат будет еще иметь некоторое защитное действие. Этих препаратов многие боятся, но об этом мы тоже поговорим чуть позже. Следующий препарат – это контактные. Эти препараты, даже если и проникают внутрь растения, то они не могут передвигаться по листикам. И, например, если мы сегодня обвырскали вот такой вот росточек, то на этом защитное действие препарата закончилось. Как только подрастает, дальше уже все, защиты не будет. К таким препаратам контактного действия относятся препараты меди, очень многие, относятся препараты и серы, некоторые и, скажем так, и химические препараты. Ну, просто надо смотреть на упаковке принцип действия. Если нет на упаковке, всегда можно посмотреть в интернете. Производители препаратов это указывают. И третья группа препаратов – это биопрепараты. Как правило, это живые микроорганизмы, которые будут подавлять те болезнетворные агенты, которые вот у нас и вызывают заболевания наших растений. Не только винограда, но и других. Еще немножечко поговорим с вами про системные препараты. Некоторые из них обладают только профилактическим действием, то есть предотвращают развитие заболеваний. Либо, если заболевание наступило, они полностью не излечивают, но приостанавливают болезнь и не дают вот этому вредному грибку размножаться. Дальше есть лечебный и искореняющий. Вот это, ну, скажем так, более жесткая артиллерия, и они уже могут действительно наше растение полностью излечить, если оно заболело. Теперь, какие из этих препаратов лучше? Ну, на самом деле, ни лучше, ни хуже, да, просто кому-то что-то подходит, кому-то что-то не подходит. Также существует две группы людей, которые вот одни всенародные и биосредства презирают и говорят, мы не понимаем вот этих. Другие, наоборот, боятся химии и говорят, мы не понимаем вот этих вот, те, кто использует химию. Но, скажем так, у каждого есть определенные причины признавать, либо не признавать те или другие препараты для обработки. Ну, и, соответственно, каждый делает выбор, все-таки, что ему лучше использовать. Но что важно при использовании системных препаратов? Это, конечно же, соблюдать регламенты и дозировки, указанные производителем. На самом деле, я несколько раз встречала, когда кто-то рекомендует превышать дозировки в два раза. Честно говоря, я считаю это практически недопустимо, за одним исключением. Когда у нас растение болеет, урожая у нас нету, в таком случае, да, мы можем дозировку превысить. В ином случае, нам все надо соблюдать, как говорит производитель. Поэтому, если вы используете системные препараты, то читайте инструкции. Вот то, что там написано, так и надо делать. Потому что производители все это испытывают, производители все это смотрят, все это измеряют. измеряют вот эти там дни, когда до сбора урожая и так далее, и так далее. И вот в данном случае надо руководствоваться информацией не от блогеров, а именно от производителя. Потому что даже я вам расскажу, что-то могу просто случайно в видео оговориться и назвать не ту цифру. На всех препаратах инструкции есть, поэтому обязательно их читайте. Следующее, о чем мы поговорим, это против каких болезней мы с вами виноград обрабатываем. Тут тоже следует сказать, что в разных регионах болезни могут быть разные. И вести они себя могут тоже несколько по-разному. И схемы обработок в разных регионах тоже могут отличаться в зависимости от ситуации. В Беларуси у нас два основных заболевания винограда. Это мельтио и аедиум. В последние годы из-за холодных весен стал встречаться антракноз. Но с антракнозом все просто. По крайней мере в нашем случае. Весенние обработки я чуть позже про это еще поговорю. Любым препаратом меди. Либо если мы проводим раннюю профилактику, профилактическую обработку против мельдью, в таком случае эти же препараты будут действовать и против антракноза. Точно так же, например, препараты против аедиума зачастую работают и против серой гнили. Мы на своем винограднике не ощущали каких-то таких массовых поражений от серой гнили. Но тем не менее, данные от других виноградарей говорят о том, что серая гниль у нас тоже может встречаться. Может определенно наносить урон виноградникам. Но препараты от аедиума будут работать и против этой самой серой гнили. Теперь разберемся с тем, когда начинать обработки винограда. На самом деле схем есть очень много разных. Среди них нет хороших и плохих. Среди них есть то, что как бы вам подходит и может быть вам не подходит. Тут решение принимаете вы. Раньше мы начинали обработки с пятого листа. Что такое пятый лист? Это примерно вот то, что мы сейчас видим. Но за годы виноградарства мы не увидели разницы того, если мы обрабатываем по пятому листу, либо если мы начинаем обработки перед цветением. А перед цветением это выглядит вот так. Видите, достаточно большие побеги, уже достаточно большая листовая масса. Она будет хорошо впитывать системные препараты, если мы работаем с системными препаратами. Но опять же, достаточно неплохо она будет воспринимать контактные препараты. Тоже будет большая площадь покрытия. Поэтому вот мы пришли к тому, что обрабатываем в основном перед цветением. Но есть исключения. Когда у нас кустика становится много, они все на разных стадиях развития. И здесь вот там побеги. Да, там два листика, ну, три листика. Они небольшенькие. Ну, а вот здесь и получается примерно пятый лист. То есть в данном случае, когда у нас кустов много, по стадии развития мы смотрим, ну, скажем так, на большинство. Если кто-то в этот момент еще не успевает, то небольшой мы все равно обрабатываем. Так проще. Мы не будем отдельно с каждым кустиком бегать. А второе, почему мы можем начать обрабатывать раньше, это какие-то погодные условия, либо может быть даже наличие заболеваний. Да, такое бывает. Либо еще вариант, если в прошлом году у вас виноградник на зиму уходил слабенький, уходил болезненный, то, конечно, можно и даже нужно обработать и по пятому листу. Если все было хорошо, здорово, то мы эту обработку пропускаем и первую обработку делаем перед цветением. В последние годы, вот примерно на такой стадии развития, но опять же, плюс-минус, мы не считаем листики, плюс-минус смотрим по условиям, мы стали делать обработку препаратами меди от антракноза. Потому что вот третья холодная весна, она этому самому антракнозу способствует, и поэтому, если у нас есть возможность, мы такую обработку проводим. А уже следующую системными препаратами перед цветением. Но в этом году у нас опять исключение, и мы обработку системными препаратами будем проводить сейчас. Вот я вам показываю побеги, ну, плюс-минус, пятый лист и меньше. Вот здесь покажу их поближе, уже этот кустик я вам показывала, и уверена, что сейчас кто-то пишет комментарий, либо уже написал, что ваш же вот виноград болеет, вот что-то уже на него напало. Нет, на самом деле, это не болезнь, это град. Его последствия неделю назад, погода, но очередной сюрприз пооткинула. И вот это последствия града. Рваные листики такие вот несчастные. На самой лазе видны повреждения, ну, ничего страшного. А вот побеги такие совсем молодые, все это затянется. Я думаю, что без последствий. В прошлом году было хуже. Так вот, почему мы будем обрабатывать сейчас? После града растения ослаблены. Во-первых, вот эти повреждения, они открывают ворот инфекции. Неделю шли дожди, там плюс-минус, с небольшими перерывами. А после града это тем более способствует проникновению инфекции. Поэтому мы обработку начинаем раньше и будем проводить ее вот на этой стадии. Какую обработку мы будем делать сейчас? Это системные препараты против аидюма и против гнилий. В нашем случае это будет топсин М. И, как я уже говорила, мы любим вот по весне примерно на такой стадии развития, особенно, когда у нас весны такие, не самые лучшие, провести обработку медсодержащими препаратами. В нашем случае это азофоз. Единственное, что препараты медиа не смешиваются, поэтому мы отдельно вечером обработали топсином, утром прошли с меди. То есть, сейчас мы провели профилактику. Кроме того, топсин обладает и лечебными свойствами. То есть, если за ту неделю, пока вот прошла после града что-то там попыталась развиться в растенице, то топсин должен был это все уничтожить. Следующая обработка у нас по плану. Это перед цветением. то есть, на вот такой стадии развития. Уже повторюсь, много листиков, хорошо видны гроздочки, но они еще не цветут. Ну, это у нас по плану. А на самом деле все как получится. Будем успевать провести обработку перед цветением, значит, проведем перед цветением. Если так получится, что мы не успеем, по какой-то причине виноград уже зацветет, во время цветения мы никаких обработок не проводим. Тем более, вот сейчас мы одну обработку сделали, допустим, на небольшой стадии развития, тем не менее, все равно какой-то иммунитет растению дали. Поэтому будем смотреть. Если не будем успевать, виноград зацветет, опять же, повторюсь, когда винограда много, мы не будем бегать отдельно, обрабатывать одни кустики, ждать вторые, обработка проводится на всем винограднике. Значит, тогда обработаем после цветения. Ну, последняя обработка будет примерно за 30 может быть, чуть больше дней до сбора урожая. То есть, я всегда смотрю, какой срок указан на препаратах и прибавляю как минимум еще недельку, чтобы у меня был запас. То есть, будем смотреть по наличию свободного времени, будем смотреть по погодам, потому что определенная погода способствует развитию грибковых заболеваний, ну, либо, скажем так, наоборот. Конечно, будем ориентироваться все-таки на 3 обработки, а не на 4. Ну, повторюсь, будем смотреть по обстоятельствам, может быть, мы не будем проводить последнюю обработку перед урожаем системными препаратами, может, мы ее проведем, например, только медью и серой, либо, мы не успеем провести обработку перед цветением. Пока планы такие, а дальше будем смотреть, будем корректировать. Конечно, у нас может возникнуть вопрос, почему не взять какую-то одну схему, да, обработок и пользоваться ей каждый год. Но дело в том, что каждый год на самом деле нам преподносит сюрпризы, и мы планируем одно, а получается другое. Так вот, в этом сезоне мы планировали провести обработку несколько позже, ну вот, пошел град, да, он не сильно нанес урон, к счастью, не так, как в прошлом году, тем не менее, нам пришлось тут же обработку провести. Поэтому, какая бы у нас ни была схема, какие бы у нас ни были планы, в процессе они могут меняться. Точно так же, например, в прошлом году из-за очень жаркого лета некоторые обработки работали крайне плохо, системные обработки, и нам приходилось дорабатывать, кстати, контактными препаратами, теми же препаратами меди, очень хорошо против меди, в отличие от системных препаратов прошлого года, сработал термофильный чай, замечательное средство, я вам ссылку оставлю на видео, что это такое, как его приготовить, и как он работает. Против аидиума замечательно работал такой препарат, как фокалирус. Это контактный препарат на основе серы, в чем его большой плюс, это им можно обрабатывать по-моему или за 2 дня, или за 3 дня до снятия урожая. очень большой плюс, очень удобно им пользоваться, потому что, к сожалению, какие бы мы профилактики не делали, даже если мы будем соблюдать самые жесткие схемы, это не дает нам никакой гарантии, ну, точнее, гарантию дает, но не 100%, что наши растения точно не заболеют. Иногда случается, что они заболевают, у нас уже висит урожай, и в таком случае вот нам могут прийти на помощь какие-то такие препараты с коротким сроком. Еще у вас часто возникает вопрос, а какие конкретно препараты, например, системного действия использовать? Те, которые есть у вас в продаже, потому что в разных регионах, а уж тем более в разных странах препараты от болезней представлены в продаже разные. И поэтому то, что, например, могу себе купить я, не факт, что купите вы. Либо, ну, честно говоря, в Беларуси линейка препаратов для винограда очень сильно ограничена. В других странах выбор шире, выбор гораздо больше. Там и линейка баз представленных может быть хорошо, и кассидженты, то есть выбор может быть гораздо шире. У нас он гораздо уже. Ну, такие, скажем, базовые препараты, которые мы использовали. например, раньше против мильзи мы использовали ридамил голд. Но сейчас ридамил голд вроде как прекратили его регистрацию на территории Республики Беларусь. И в интернете я нашла информацию, что в Европе тоже ридамил голд запретили. Якобы из-за токсичности. Ну, так оно или не так, кто его знает, тем не менее, я знаю, что по ридамилу кто-то и превышал допустимой концентрации те, которые указаны производителем. Раньше мы пользовались этим препаратом достаточно успешно, но сейчас его в продаже нет совсем. И, честно говоря, вот в Беларуси с препаратами от медью в настоящее время достаточно сложно. Что у нас может работать? Это препараты меди, любые, азофос, абегопик, хом, по-моему, на основе меди. Также можно использовать медный купорос однопроцентный либо бордоску жидкость. То есть то, что есть у вас под руками из этого. Но, повторюсь, аппараты меди, против меди они работают, не работают против антракноза, но препараты контактные, то есть сколько обработали, столько будет защищено. Но при этом надо же обработать так, чтобы везде попало. когда у нас уже большая листовая масса, а меди у нас сидит на оборотной стороне листа, то не факт, что везде попадет. Просто имейте это в виду. Очень хорошо из, скажем так, народных средств, я уже говорила, по меди работает термофильный чай, но надо понимать, что если вы идете по пути биопрепаратов, обработки надо делать часто. и если стоит дождливая погода, то их тем более надо делать часто, потому что все это смывается. Конечно, не каждый день, но в идеале, особенно в момент, когда нас ожидается вспышка, раз в дней 7-10 надо будет обработки провести. Есть время, есть возможности, есть желание, можно все это делать. Ну вот то, что я сейчас нашла в магазинах против мильдии. Совершенно новый препарат, раньше мне не попадался. Inside SK даже действующие вещества, которых я раньше, скажем так, не встречала. По винограду как бы все расписано, все сроки выхода, все кратности обработок, все это есть, но попробуем. Попробуем в этом сезоне, насколько он будет работать. На сегодняшний день в Беларуси я смогла найти только это. Препараты от доидеума наиболее наиболее часто встречающиеся это топаз. Из контактных препаратов это препараты серы, это может быть гидросера, это может быть пофокалерос, это может быть даже коллоидная сера, а еще теавиджет. Но препараты серы хорошо работают при определенных температурах. Кстати, как и некоторые системные препараты. Так, например, такой препарат как Хорус, он больше работает в более холодных условиях, а как только становится тепло, его работа уже не настолько эффективна. Поэтому читайте про препараты. Не надо спрашивать это у меня, потому что я не знаю всех препаратов, я не знаю действия всех препаратов, я далеко не со всеми препаратами сталкивалась, и далеко не ко всем у меня есть доступ. Поэтому отвечать какой препарат лучше, какой препарат эффективнее, уж тем более их дозировки либо температурные режимы, ну честно, я такие вопросы буду игнорировать, потому что я не могу просто это знать. Есть инструкции, есть интернеты, есть сайты производителей, лучше всего, конечно, информацию читать там. Как правило, там все это есть. Также встречаются комбинированные препараты сразу от мильзи и от аидиума, но, к сожалению, в нашей стране такие препараты не представлены. Я вам уже говорила, что схема год от года может меняться обработок также в зависимости от погодных условий, от различных других всяких ситуаций. То есть схема может меняться. Единственное, что следует взять себе за правило, что в начале сезона мы можем обрабатывать как бы более жесткими препаратами, системными препаратами, а потом уже ближе к срокам созревания. Если есть необходимость, тогда переходить на какие-то контактные препараты, к примеру, тот же ПВК калерос, про которые я вам говорила, либо какие-то биосредства, которые можно использовать именно за короткий срок до снятия урожая. Также хочу сказать пару слов противникам химии. Ваше опасение понятно, у каждого есть свои причины, почему вы не хотите использовать на своих участках системные препараты, но смотрите, если ваше растение заболело и оно болеет сильно, то лучше все-таки к химии прибегнуть, болезни задавить, пролечить, а дальше уже работать профилактически теми средствами, которые подходят вам по философии, то есть народными какими-то биосредствами, пожалуйста, но если сильно заболело, то лучше все-таки вылечить, вплоть до, например, пожертвовать урожаем, либо смело можно пройтись какими-то препаратами системными с лечебным, с искореняющим действием в конце сезона, когда ягодку сняли, а листовая масса еще есть, пройдитесь, пролечите хорошенько, ну и тогда у вас будут хорошие крепкие кустики, тогда вы уже смело сможете работать какими-то более мягкими средствами. И еще пару слов про средства народные. Как я уже сказала, не все из них мне нравятся, и иногда читаешь такие советы, там, лучше купить все-таки профессиональные препараты, чем прибегать вот к этим народным средствам, потому что там много всяких химических реагентов, которые неизвестно, как в растении себя поведут, и встречаются такие схемы обработок, как применение человеческих антибиотиков на виноградниках либо на других растениях. А я сейчас выскажу именно свое мнение, почему я против этого. У вас могут быть какие-то другие, но у вас может быть другой опыт. Пожалуйста, как бы спорить ни с кем не буду, но выскажу мнение свое. Так вот, я считаю, что применение человеческих антибиотиков на виноградниках это крайне плохо. Опять же, лучше использовать профессиональные препараты для этого предназначены. Почему? Дело в том, что вам, ну, казалось бы, если для человека использовать вот этот препарат, то можно смело, можно смело, но с человеческими антибиотиками есть определенная проблема. Вообще, во многих странах любой, даже самый простой антибиотик продается по рецепту. Почему? Потому что люди не всегда умеют правильно пользоваться этими лекарственными средствами, и таким образом у бактерий вырабатывается устойчивость. И потом уже эти антибиотики не работают. И не дай бог, да, вы заболеваете, не дай бог, попадаете в больничку, а там оказывается, что лечить вас нечем, потому что ваши микробы устойчивы к широкому спектру антибиотиков. И вот, когда мы получаем, например, от врача рецепт антибиотик, нам надо его пропить определенное количество дней, не просто так придуманное. А когда мы применяем это на винограднике, чего там такого, потом едим эту ягодку, получаем небольшую дозу антибиотика, и микроорганизмы, вообще многие даже болезнетворные микроорганизмы, они живут вместе с нами все время. Но вызывают заболевание как бы в какой-то определенный момент, когда наш иммунитет дает сбой. Так вот, мы получаем малую дозу антибиотиков, наши микробы к этому привыкают, а потом, если мы вдруг заболеем, то у нас может возникнуть вот такая проблема, что лечить нас будет нечем. Поэтому, я так говорю как микробиолог, я высказываю свое мнение, и вот такие вещи я вам делать не советую. Впрочем, выбор всегда за вами. И еще забыла вам сказать про повреждения винограда насекомым и про борьбу с этими самыми насекомыми. А в некоторых странах это очень актуально, всякие там клещи приходят различные. И поэтому в стандартной обработке добавляют еще инсектицид. Для нашей страны, по крайней мере, на сегодняшний день особых проблем с этим нету. На сегодня. Что будет, скажем так, завтра, мы не знаем, климат меняется, погода меняется, какие-то вот такие вредители могут к нам приходить. надо ли обрабатывать профилактические от насекомых. Ну, если бы мы точно знали, что они у нас есть и не будут повреждать наши растения, тогда да. Ну, это мое мнение, да. В ином случае я считаю, пока обрабатывать от насекомых виноград нецелесообразным. Уже если вдруг что-то случится, мы заметили, ну да, тогда будем что-то делать. Пока вот так. Когда мы понимаем, что у нас регулярно из года в год какие-то проблемы, тогда мы уже будем работать профилактически. А в настоящее время я считаю, что в стандартной обработке какие-то вот такие инсектициды, особенно тяжелые инсектициды, ну, пока что не имеет смысла. По крайней мере, вот в том регионе, в котором я нахожусь. Ну и кратенько подводим итог. Профилактические обработки делать нам нужно. Схема зависит от вас, выбор препаратов зависит от вас. Либо сейчас на экране, либо под видео я вам кратенько напишу основную, скажем так, схему обработок системными препаратами и контактными препаратами. Вот так примерно выглядит схема, если мы используем системные препараты, хотя первая обработка при холодной весне я рекомендую контактную, но смотрите дальше, я хочу на что обратить ваше внимание. Здесь самое важное это системные препараты от мильзиу и аидиума. В скобках указаны лишь примеры, и я очень прошу вас обращать внимание, особенно в третьей обработке сроки до сбора урожая. Еще раз повторю, в скобочках лишь примеры. Тот же топсин М по зеленой ягоде мы уже использовать не будем, потому что там длительный срок до сбора урожая. Можно обрабатывать, конечно, и не за 30-35 дней, а чуть, скажем так, позже. Если это позволяет препарат, пожалуйста, обращайте на это внимание, читайте инструкции, к препаратам они всегда есть. Вот этот момент он очень важен. конечно, несмотря на то, что здесь мы работаем с системными препаратами, которые должны сработать, но ни одного препарата нет как бы стопроцентной гарантии. Иногда что-то может пойти не так, поэтому я опишу, что далее по необходимости, по фокалии рост либо другие препараты серы можно использовать и термофильный чай. то, чем можно работать до сбора урожая буквально пару дней. Вторая схема, когда мы не хотим использовать жесткую химию, хотя препараты меди и препараты серы это все равно на самом деле химические соединения, но они разрешены даже в органическом земледелии, поэтому их использовать можно, тоже схема примерная, обязательно медиа по весне все-таки проходитесь, но когда уже есть хотя бы какая-то листовая масса, потому что антракноз к сожалению у нас бывает, дальше приблизительно я вам схему набросала. Уже говорила, и еще раз обращаю внимание, что препараты серы работают при определенной температуре, читаем инструкции. также можно использовать из, скажем так, бионародных средств молочную сыворотку от аидиума. Концентрация литр сыворотки на 9 литров воды. И таким образом обрабатывать и этим обрабатывать можно достаточно часто, насколько часто вы себе можете позволить. Ну, примерно раз в 10 дней было бы замечательно. И если идут дожди, то, конечно, после каждого дождя, ну, давайте тоже без фанатизма. Если дожди идут каждый день, то каждый день может не стоит бегать с опороскивателем. Можно немножко выждать. И в очередной раз хочу подчеркнуть, что схемы примерные. Мы на них примерно опираемся. Дальше смотрим на погодные условия, на наши возможности и на то, какой инфекционный фон будет в этом году. От года к году он может меняться. И, конечно же, на самом деле, кроме обработок для профилактики заболеваний, есть еще и агротехнические приемы, которые помогают нашим растениям оставаться здоровыми. Об этом мы с вами поговорим несколько позже. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и мои контакты. До